Что конкретно дадут Украине принятые законы о нацбезопасности и валюте, а также когда депутаты внесут изменения в закон об антикоррупционном суде? Это темы для разговора с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Рады. Здравствуйте, Ирина, спасибо, что нашли время. Ну что ж, первый вопрос. Вот что может изменить новый закон о национальной безопасности? И, кстати, вот знаете, вот вопрос в догонку, почему за него мобилизовалось в Раде меньше депутатов, чем, скажем, за тот же закон об антикоррупционном суде? Там было 317 голосов, здесь 248. Я думаю, что это связано уже больше с отпускными настроями. Я думаю, что яскраво видно было, кто не голосовал. Опозиционные блоки Батьковщина вместе, они часто густо такие, которые не связаны или направлены не на российскую тематику законов, голосуют в унисон. Подвязался Ляшко, не понимала его позиция, но меньше с тем, что даст в этот законопроект? Это рамковый закон, который закрепляет позицию и движение Украины в направлении европейской интеграции и евроатлантической, певнично-атлантической интеграции. Он закрепляет переход Украины и весь всего сектору безопасности и обороны. Там четко визначено, кто входит в этот сектор, какие военные силы и группы военные входят в этот сектор безопасности и обороны. Он закрепляет основные стандарты и переходы на НАТО. Если мы хотим попасть в безопасный союз государства, а такие государства 29 складывают этот безопасный союз, которые никогда не воюют между собой, которые защищают свои страны, которые входят в этот союз, если мы хотим попасть в этот безопасный союз, то мы должны одновременно перейти на их стандарты. Мы должны провести как экономику, так и военные силы на стандарты НАТО. Что сделано этим законом? Основное, министр обороны стает цивильной особой, его заступники – цивильные особи. Генеральный штаб, руководитель генерального штаба Муженко на сегодняшний день, кандидатура его пропонуется президентом, но он полностью подпорядкован к цивильному министру обороны. Сейчас он подпорядкован к президенту Украины как верховному главнокомандующему. Время изменится ставка верховного главнокомандующего как пост-радянский рудимент, створится этот сектор безопасности и обороны, и строится другая структура по стандартам НАТО. Совершенно проголосовано про то, что про прозорость и подзвитность формирования войскового и оборонного бюджета, то есть это будет делать прозоро. Створится соответствующий комитет, которому будет подконтрольный специальный орган, ему надается такой статус. Это СБУ Украины, специальный орган с разведывательными возможностями, с разведывательными функциями. До этого времени он был только подзвитный президент Украины на сегодняшний день. После того, как этот закон вступит в действие, будет созданный соответствующий комитет, и СБУ будет полностью контролирована и будет подзвитна в Верховной Раде Украины. Это такие основные моменты, которые предпочены этим законом. Мы берем на себя обязанности створить новый сектор безопасности и обороны за новыми стандартами. Хорошо. Теперь давайте о другом заметном документе этой недели. Это законопроект о валюте. Финансисты, многие, уже не все, конечно, но многие называют его революционным, что он полностью меняет валютное регулирование, которое действовало у нас 27 лет, устаревшее уже морально. У меня вопрос такой. Что этот закон даст простым людям? Не бизнесу, в первую очередь, а простым людям? Но я могу начать с бизнеса, чтобы рассказать, что дать простым людям. В первую очередь, действовал декрет 27 лет и 200, больше 200 декретов и разных постанов, законов, подзаконных актов, которые регулировали использование валюты в Украине. Это были в основном заборонные заходы и очень маленькие были коридоры, где можно было пользоваться валютою. Что сделал этот закон? Он полностью изменил получение лицензии гражданами и предприятий, чтобы совершить валютные операции и брать кредиты из-за кордона. Он изменил ограничения обязательного продажи валюты. Он увеличил максимальный термин, когда рассчитывания валюты могут происходить бизнесменами. Он позволит и простым гражданам брать кредиты, так же, как и юридичным человекам, брать кредиты не резидентам и внешние банки, и не брать дозвіл в Национальный банк Украины. Это увеличивает, скажем так, безвизовый режим валютных разрыханий за кордоном. Вы знаете, что у нас коротился экспорт на Россию, но в три раза вырос экспорт с Европейским Союзом. У нас выходит уже свободный рынок, свободное валютное регулирование. Что это даст возможность нашему бизнесу? Сбільшить экспорт, расширить возможность получать дешевые кредиты из-за кордона, а значит, расширить производство в Украине. Что это значит для гражданин? Сбільшение рабочих мест, сбільшение доходов, быстрее движение экономики. Это даст поштовх, залучение инвестиций, расширение бизнеса в Украине, больше рабочих мест, больше зарплат. Хорошо. Еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить, это новость со ссылкой на комитет избирателей Украины. 62% законопроектов, которые были зарегистрированы за 6 месяцев этого года, признаны, Ирина, некачественными. Причем это оценка главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Весь этот законодательный спам эксперты рекомендовали отклонить или вернуть на доработку авторам. Вообще, по сравнению с прошлым годом, количество популистских и некачественных законопроектов выросло на 5%. И вот в связи с этим, Ирина, у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете эту ситуацию? Ну, и этот законодательный спам, и вот тот факт, что многие депутаты, ну, вот тот же Вадим Рабинович у нас сегодня в сюжете прозвучал, они в телеэфирах чаще появляются, чем участвуют в заседаниях Рады. Как можно повысить качество работы наших парламентарьев? Или это уже утопия? В первую очередь я поясню о том, что мы наблизились до президентских выборов раз. Мы, по-моему, с вами уже встречались в передаче, где я сказала, что на этих президентских выборах мы можем побачить близко 50 кандидатов президента, а может и больше. Відповідно, это будут и политики, которые находятся в парламенте, и наиболее кричат, очень много, начиная Каплин, Ляшко, много-много. Сейчас наиболее политики, те, которые кричат, это будущие президенты. Відповідно, их политические силы, и они особисто, выкидают очень много таких законов, которые легко запропоновать людям, как солодка цукерка, которая вроде бы решит все вопросы. Роздать всем пильги, снизить в три раза тарифы, вернуть до единого будь-якие выплаты, заборонить продажу земли. И много-много таких вещей, которые неможливо выполнить в скудности бюджета, в стране, которая воюет. У нас все предпринимательские компании идут под девизом «Емелья, твоя неделя». Мы видим лавину таких законопроектов, которые улучшают, улучшают жизни граждан, но не дают механизм, а где же деньги взять на это? Знову кредиты? Знову увеличить какие-то выплаты? Чем? Надрукувавши деньги? Знову разбалансировавши экономику, поднявши инфляцию до неимоверного движения? То тогда инвесторы не прийдут? То тогда бизнес не может работать? Такая лавина будет увеличиваться, и мы увидим этот спам протягом года неимоверный. Он региструет такой законопроект, знаючи наперед, что он не будет проголосованный, выходит до людей и начинает рассказывать им казки. Единственный совет, наверное, Ирина, извините, перебью, который мы можем дать, делить все на 10 и внимательнее смотреть на то, что люди делают. Я дам пропозицию не на 10, а на 50. Спасибо вам. Делить на 50. Спасибо. Ирина Лусанка, представитель президента в парламенте, была моей гостью, отвечала на вопросы. Спасибо, что нашли время.